Библейский портал экзегет.ру представляет Старается идти по его стопам И царь, которого избрал Господь Царь, который обращается к Господу с молитвой А вот в этих 90-х псалмах все проще Господь-Царь, так начинается этот псалом Не только этот, некоторые другие А еще и сотый, и 110-й Они будут тоже про царство Господа Но не про то, что мы обычно читаем в Новом Завете И привыкли называть царством Божьим А вот такое непосредственное царствование Бога в своем народе Это как? Ну, понятно, что на престоле сидит какой-то царь-человек Да, если, скажем, ситуация Вавилонского плена, изгнания То вообще никакого царя на престоле нет Самого престола нет Но Господь всегда царь Вот тот, кто на престоле, это его наместник А что значит, что он царь? Ну, понятно, он творец, он там всесильный, всемогучий Это общие такие слова, которые в самых разных религиях повторяют О едином Боге или даже о своих языческих многих богах Но что это значит для нас? Вот если у нас есть царь Ну, это же не просто некая информация Вот есть Австралия, там живут кенгуру Ну и что? Нас это не касается Это значит, что он царствует над нами А как, как, как это? 98-й псалом Господь царь Пусть трепещут народы Восседает он на херуимах Пусть дрожит земля Велик Господь на сионе Он превыше всех народов Да прославят они имя Твое Великое и страшное Свято оно Он могучий царь Он любит справедливость Ты утвердил правду Справедливый суд Ты творишь в стране Иакова Превозносите Господу Бога нашего Поклоняйтесь под ножью ног его Свято оно Моисей и Арон В числе священников его Самуил среди призывающих имя его Они Господу воззвали Он дал им ответ Из столпа облачного Вещал он им Дал им закон Они хранили заповеди его Господи Боже наш Ты давал им ответ Ты был для них Богом прощающим И карающим за проступки Превозносите Господа Бога нашего И поклоняйтесь на святой его горе Ибо свят Господь Бог наш Маленький, довольно простой псалом Но, тем не менее, есть о чем поговорить Во-первых, давайте обратим внимание Что псаломопевец обращается К разным личностям Сначала он говорит Как бы вообще Господь царь Пусть трепещут все народы Ну так, в пространство Он могучий царь Он любит справедливость И тут же ты утвердил правду Справедливый суд Ты творишь в стране Якова Вот это очень важная вещь Господь царь Ну, еще раз говорю Кенгуру живут в Австралии Мне-то что, да? Нет, он царь И, значит, мы обращаемся к нему на ты Вот как, наверное Мало кто, скажем Разговаривал с верховным правителем Своей страны Да, в любой стране Это так Его какой-то близкий круг Там правительство Какие-то особо выдающиеся люди Но Господь тот царь С которым разговаривает каждый Да? И вот Сказав он царь Следующее Что человек неизбежно произносит Ты Что делаешь ты И вот То ты, которое звучит здесь Справедливый суд Ты творишь в стране Якова Ты утвердил правду Страна Якова Безусловно, Израиль Потому что Яков Второе имя этого человека Израиль И народ, который от него Произошел Здесь имеется в виду И вот Смотрите Что можно сказать о Боге? Ну, невероятно много всего Но Вот слова Которые он обращает к Богу Ты утвердил правду Ты творишь справедливый суд То есть Бог Это не богословская Некая категория Да? Которую можно рассуждать Хотя он здесь о ней рассуждает Но не это главное Бог это не Что-то такое Что дает нам ответы На трудные вопросы Вот А Бог так сотворил Она все воля Божья Да? И как бы Я снимаю с себя Любую свою ответственность За свои поступки А Бог это Критерий Это образец чего? Правда и справедливость Прежде всего Да? Вот что такое Жить по-божески? Это жить праведно и справедливо Это не читать лекции По богословию Это не Рассуждать о том Как устроена вселенная Или там Какие-то еще вещи обсуждать Это вот конкретные Практические действия И дальше он сразу Обращается уже К поклонникам Бога Превозносите Господа Бога нашего Поклоняйтесь под ножью ног Его свято оно То есть Говоря о Боге Он Псалмопеяц тут же Вынужден сказать Ты Потому что нельзя Боге говорить Третьем лице Слишком долго А как только он сказал Ты Он обращается К своим Единоверцам И говорит Вы Мы с вами вместе Да? То есть Я не просто Общаюсь с Богом Заперся там В своей комнате И никто мне не нужен Но я часть этого народа Я говорю Из этого народа Об этом народе И для этого народа И более того Превозносите Поклоняйтесь Это все понятно Моисей и Арон В числе священников Его и не сказано Были Самуил среди Призывающих имя Его и не сказано Был Хотя дальше сказано Они Господу взывали Он дал им ответ То есть Смотрите Вот это священнослужение Которое происходит В храме Где-то еще Неважно В нем участвуют Моисей и Арон Давно умершие люди Самуил среди тех Кто молится ему Хотя он тоже давно Умер вероятно К моменту написания Этого псалма То есть Это мы Которые включают Не просто всех живущих Это мы Которые включают Церковь в ее полноте В том числе Умерших Ушедших От нас ее Детей И дальше Столпа облачного Вещал Он им Дал им закон Они хранили заповеди Его события Времен исхода из Египта Моисея и Аарона То есть Еще и еще раз В следующих псалмах Это многократно будет повторено Эти события Они просто историческая справка Знаете Там в 25 веке До нашей эры Был какой-то фараон И он там правил Ну да В энциклопедии написано Нам-то что Опять-таки Это то, что повторяется Он присутствует В народе В тяжелое для него время И он направляет его Дает им закон И ждет Соблюдения этого закона И этот процесс Он постоянный Мы участвуем в этом Мы участвуем В исходе из Египта Мы участвуем В даровании закона Мы участвуем В богослужениях Моисея и Аарона В молитвах Самуила Мы в этом участвуем Да, вот Псалтирь Это такая нить Которая Туда ведет За которую мы держимся Да Которая нас туда Возвращает Еще люди иногда говорят Зачем христианину Ветхий Завет Ну вот за этим За тем Чтобы с Моисеем и Аароном Оказаться На одном богослужении За тем Чтобы за руку С ними подержаться Да А не просто Поговорить о них Как об исторической подробности И дальше Снова переходит На Ты Господи Боже наш Ты давал им ответ Ты был для них Богом прощающим А значит И для нас Да То есть откуда мы знаем Какой Бог Ну куча всяких текстов И люди очень любят Рассуждать о Боге А вот откуда мы знаем Что он значит В нашей жизни По опыту прошлых поколений Ты давал им ответ Был для них Богом прощающим И для нас Мы ожидаем того же А потому Превозносите Господа Бога нашего Поклоняйтесь На святой его горе Ибо свят Господь Бог наш Свят То есть Он особый Он не такой Как все остальное В этом мире Но для нас важно Не просто Его абстрактная святость И наше поклонение Этой святости Для нас важно Что мы можем К нему прибегнуть Что мы продолжаем Вот опыт поколений Что мы входим В этот опыт И псалом ровно об этом Ну и следующий Продолжит И не один А много следующих Псалмов Продолжит эту тему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok